Идеальная свадьба. У каждого она своя. Мы выбрали пару, которая не побоялась готовиться к торжеству буквально на глазах телезрителей. Молодожены и по совместительству наши ведущие Анна Бережная в девичестве и Олег Данилевский во всем помогают жениху и невесте. Все сложности и нюансы подготовки, ответы на волнующие вопросы и, конечно, результат. Свадьба мечты Евгения и Ксении в реалити-проекте 9,5 месяцев. Вот и наступили самые важные дни подготовки к свадьбе Ксении и Евгения. Именно поэтому мы решили показать несколько спецвыпусков, где собрали лучшие советы от наших специалистов, которые помогут всем молодоженам, которые готовятся к свадьбе. Ребята, сегодня очень важный день, я бы сказал, судьбоносный день. Да, да, именно для вас и вообще, в принципе, для галактики в целом. Но меня больше всего интересует, конечно же, ваш день, вы и ваша свадьба. А сегодня у вас предстоят несколько встреч, что вы смеетесь. Это я вам серьезно говорю, серьезные события сегодня. Я слишком волнуюсь, что-то надо делать с этим. Что-то нужно делать, да. Поэтому сегодня мы будем кое-что делать. Сегодня у вас предстоит очень-очень много встреч, причем важных встреч с очень важными исполнителями, от которых будет много что зависеть. И я вас призываю быть собранными, осторожными, настороженными, не поворачиваться никому к спиной, не давать свои номера телефонов. Вообще ни с кем лучше не разговаривайте. Это шутка. На самом деле, что хочу посоветовать? Задавайте как можно больше вопросов. Даже если вам кажется, что это глупый вопрос, все равно лучше спросите на всякий случай, потому что лучше все узнать сегодня, чем потом для вас что-то будет каким-то неприятным сюрпризом. А сюрпризы бывают неприятными, конечно, бывают и приятные, но... Успокойся. Я сам нервничаю просто, просто нервничаю, понимаете? Мне кажется, впервые в жизни Олег не преувеличивает. Да, да, да. Сегодня, потому что действительно это будут конкретно те люди, которые напрямую будут готовить ваше мероприятие, делать его. Поэтому все-все-все интересующие вопросы вы должны задать. Прямо вот максимально быть въедливыми, дотошными. И сегодня вы обсудите, конечно, тайминг мероприятия. Это очень важно, потому что, собственно, от этого все и зависит. Во сколько куда приехать, во сколько уехать, кого забрать, кто заберет, что привезти, что увезти. Все эти вещи сегодня нужно будет обсудить и решить. Ну что, вы готовы? Готовы. Я не готов. Ну, ничего. Ладно, хорошо. Хорошо. Мы сегодня с вами обсудим вопросы по таймингу. Я расскажу вам варианты, которые возможны. Вы подумайте и выберите, который будет комфортным для вас. Что касается сбора невесты. Они могут проводиться в студии или в гостиничном номере. То есть обязательно должен быть ровный, естественный свет. Так как мы рассматриваем варианты сбора невесты на улице, я предлагаю сделать сами сборы, подготовку, когда будут работать визажисты и стилисты, непосредственно в гостиничном номере неподалеку от нашей площадки. А как тогда сборы жениха? Он поедет опять в город? Я надо определить. Нет, на самом деле, что касается сборов, так как у нас роспись в ЗАГСе 7 числа, накануне самой выездной церемонии и банкетного вечера, то я предлагаю, чтобы вы 7 числа провели время вместе, а вечером разъехались и не видели друг друга до момента выездной церемонии. Мы можем рано утром разъехаться. Ну, чтобы ваши эмоции были более яркие, все-таки я рекомендую разъехаться вечером. Что ты будешь делать? Вот. Но вы еще подумайте, есть возможность того, что вы разъезжаетесь утром, есть возможность того, что вы разъезжаетесь вечером. Также получается, когда визажист и стилист по прическе уже все сделали свою работу, мы выезжаем на локацию, где будут происходить сборы невесты, которые мы будем снимать с фотографом и видеографом. Очень красиво в кадре выглядит, когда находится мама, потому что с мамой можно сделать красивые портретные фотографии, и тем более мамы, они всегда так переживательно, очень чутко относятся, возможно, проявляют эмоции, слезы, это очень красиво смотрится. А мои сборы будут снимать? Конечно, у нас будут фото, да, на твои сборы мы тоже можем пригласить как папу, так и друзей. Ну, я хотел и отца, и друзей, а потом собрались, прически сделали и на площадку выехали. Вот, отлично, это тоже вариант. Ну, получается, вы появляетесь на площадке выездной церемонии, когда гости уже будут сидеть на своих местах, только по моей команде. Люди и наши гости, которые будут присутствовать с вами на сборах, они выходят немножечко пораньше, занимают свои места. Что касается выездной церемонии, родители и старшее поколение, бабушки, дедушки, занимают места на первых рядах, все остальные гости могут занять свободные места, которые удобны для них. В зону, там, где будет у нас дорожка, там, где вы будете проходить, как правило, мы садим парней активных девушек, вот, для того, чтобы, когда выходил жених, невеста, вы могли дать пять, помахать кому-то, ну, то есть, чтобы это выглядело динамично, чтобы никто не был скован. Сбор гостей, как правило, происходит за полчаса до начала выездной церемонии. И после выездной церемонии мы будем находиться на площадке около часа полутора, после чего приезжают автобусы. Соответственно, все гости переходят в автобусы, и мы их привозим в зону банкета, где будут их встречать координаторы, приглашать в зал. И тогда уже, когда будет основное количество гостей, ведущий немножечко с ними пообщается и расскажет, что сейчас будет происходить, что, опять же, ваше появление на банкетной площадке, оно происходит по, скажем так, отмашке, да, с фейерверками. Потому что, на самом деле, одна из самых распространенных ошибок, гости, появляясь на свадьбе, они немножечко не знают, что будет происходить. Садиться им за столы или же им нужно подождать на улице, мы их тоже будем приглашать в зал, рассказывать, что будет происходить. Соответственно, на ближайшее время план у них будет, и они уже начинают более спокойно, легко, непринужденно находиться на площадке и ни за что не переживать. Приглашаю всех за стол. Нет, но мы еще пообщаемся с Димой Гавриковым, нашим ведущим, и он уже вот по блокам, как будет происходить ведение. Возможно, у вас будут какие-то пожелания, именно как вы себе представляете этот вечер банкетный. Вот, возможно, есть какие-нибудь конкурсы, какие вы хотите. У меня вопросы по фуршету, но это уже, думаю, потом определимся. Да, конечно, мы будем встречаться и обсуждать еще. Во-первых, фуршетное меню, во-вторых, банкетное меню. На самом деле по процессу и алгоритму меню, как фуршетное, так и банкетное, оно обсуждается где-то за 2-3 недели до свадьбы. Раньше смысла нет его обсуждать, потому что закупы сырья, как правило, делаются, и проработка именно банкета или фуршетного мероприятия раньше не имеет смысла делать, потому что до этого у площадки или, допустим, у заведения, которое занимается кейтерингом, есть заказы, и они могут что-то забыть, что-то не учесть. После выездной церемонии мы добираемся тоже вместе с гостями? Нет. Это вот на автомобиле, на котором мы приедем на выездную церемонию, вы приезжаете... Да, да, все верно. Получается, один координатор остается на площадке. Во-первых, он забирает все подарки, которые, если будут такие масштабные прям коробки, индивидуальные для вас, как правило, это конверты. Вот, конверты вы принимаете, соответственно, куда вы их денете, я думаю, вы придумаете. Сегодня я вас хочу познакомить с шеф-поваром кафе «Воздух», которые будут делать нам фуршет после выездной церемонии, Сергей Лагуткин. И сегодня мы обсудим вместе с ним фуршетное меню, также попробуем тортики. Давай мы ребятам дадим фуршетное меню. Так, ищи фогру, быстренько. Много. Конечно, все вкусно и аппетитно, но хотелось бы узнать ваше профессиональное мнение, чтобы было вкусно, наверное, красиво, в то же время не очень сытно, чтобы на вечер осталось место. По поводу красоты вам обещаю, что это будет красиво. Это одно из наших правил. Ну, я думаю, что это будет очень солнечный день, и какие-то тяжелые закуски, наверное, будут здесь как бы быть местом. Лучше взять какие-то более легкие закуски. Можно, допустим, взять томаты капреза, томаты с сыром моцарелла и соусом песто. Классическая итальянская закуска. Только она выглядит в более миниатюрном виде, ну, буквально один, да, укус. А сколько наименований всего берется на фуршет? А тут прям очень-очень много всего, мы же там не будем все-все-все. Ну, на самом деле, это, опять же, на ваше желание и усмотрение. То есть, ну, в среднем берется где-то от 10 до 15 позиций. Подается как канапешки, да, наверное? Нет. Нет? Не обязательно это канапе. Мы подаем в разных вариациях. Это могут быть и роллы, это могут быть профитроли, это могут быть и паштеты, терины. Также это может подаваться в шотах, то есть в каких-то стаканчиках. Это тоже все зависит от количества человека, сколько будет человек на это рассчитываться или, в принципе, как? Одна закуска идет на человека. Будем исходить там из ваших предпочтений. Вы, допустим, хотели бы видеть, но у нас все равно не представлено. Также я могу разработать именно под вас что-то индивидуальное. В фурше это бы мясные блюда, наверное, бы удалил, оставил бы легкие закуски, рыбка там, чтобы под шампанское хорошо идет. Ну да, рыба, морепродукты, фрукты. То есть, я смотрю, у вас много там тартары, говядины, черные блины с лососем. Женя так честно говорил, напугался гостей, что есть ничего не будет, только овощи. Еще мы сегодня попробуем тортики, которые будут делать тоже в воздухбекере. Вы расскажете о своих ощущениях, какие торты вам понравились, и определимся с вами хотя бы ориентировочно, но с дизайном торта. Сегодня мы будем пробовать 4 вкуса, 2 десерта из которых это бисквитные торты. Черный бархат, он идет с черными бисквитными коржами с добавлением чернил каракатицы. Это натуральный краситель, также туда входит сливочно-сметанный крем и кусочки голубики-ежевики. Красный бархат классический, там идет также сливочно-сметанный крем и черная смородина. И чизкейки. Чизкейк классический с печеньем, чизкейк неаполитана, трехуровневый мусс, клубника, ваниль, шоколад. Предлагаю вам попробовать и что-нибудь выбрать. Так, ну с какого начнем? Давайте, это самое красивое. Визуально нам понравился, конечно, вот черный бархат или как вы его назвали. Все верно. Еще и голубик очень хороший. Такой кисленький. Вы прям очень многословны. А красный бархат можно, допустим, даже там бордовый цвет, да, что-нибудь? В тематику свадьбы сделать. Ну, как правило... Присыпка должна быть обязательно такая. Красный бархат в том-то и задумка, что он весь красный. У воздуха есть еще вариации бархатов. Это зеленый бархат. Там коржи идут зеленого цвета. И туда добавляется лайм и орехпекан. Еще есть синий бархат. Синие коржи бисквитные. Прослойка из желе и жимолости. Поэтому можно даже выбирать по цвету. Не только по вкусу. Давай, ладно, оставим этот голубичный. Красный бархат. Зато как звучит, а? Ну, вот он кисленький, конечно, чуть-чуть. И сочный очень. Ну, это посладше. А с какими он ягодами? Черная смородина. Смородина? Да. Я сейчас пробую. Мне хочется фруктов, чтобы там было побольше фруктов. Просто вот такое. Только фрукты? Получается бисквит и фрукты? Бисквитный корж. Обязательно он должен быть. Поменьше. Сливок? Сливок. Сливочный мусс, да? Или как он правильно называется? Сливки. Они используются, как правило, для оформления. Что касается оформления, торты можно сделать всякие разные. То есть, начиная от того, что торт затягивается сливками, сливки могут быть разного цвета. Начиная от белого, синего, черного, серого и так далее. Любого оттенка. Или же это может быть оформление торта полупрозрачными сливками. И получается такой из разряда голый торт. То есть, видны прослойки бисквита, видны прослойки крема, но такой полупрозрачный оттенок, немножечко белый присутствует. Если не хочется сливок и не хочется делать торт полупрозрачным, его можно обтянуть, в принципе, мастикой и сделать любое оформление. Почему? Допустим, мне понравился больше красный бархат, а на нем меньше сливок и прослойка меньше. Одинаково все. Не знаю, мне вот этот очень понравился, и он такой повкуснее, насыщенный у него вкус, вот именно печеньки. Я бы сейчас весь ел. Так ты не останавливайся. А что у бархата не нравится глубика? Ну, мне на него больше творожный, сочный, с фруктами, орешками. Где-то, ну так, чуть-чуть орешу. Можно, может, сочный. Это как в блинный торт, да, там такой творожный крем, нет? Ну, в блинном торте, в зависимости от изготовления, конечно, может входить как сливочный крем, так и сливочно-творожный. У воздуха представлены чизкейки холодного приготовления. Сейчас вы пробуете классический с печеньем. Да, ну-ка-то привкусно. Не в обиду, мне не понравилось. Почему? Потому что я чизкейки не люблю. Такой плесень, плесень, чуть-чуть. Как как-то, как сыр с плесенью. Во, серьезно. Дмитрий, попробуйте. Что ж, ты запиваешь, пробуй все. Как мороженое 48 копеек. Да. Вообще. Один в один. Только вот низ, вот, что там печеньки твердые. Это шоколадное печенье, да. Вот верхние три слоя мороженого 48 копеек. И низ шикарен. То есть мы можем рассматривать для нашей свадьбы, как торт из двух ярусов с одинаковой начинкой. Также это может быть разные ярусы бисквитного торта или же сочетание бисквитного яруса и яруса чизкейка. А еще такой вопрос, там, украшения, там, типа, жениха-невеста, там, зеркушка. Можно украшения топеры, можно делать силуэтный, можно делать какую-то абстракцию, можно украшать живыми цветами, можно украсить ягодой. Все зависит от того, что вам нравится и чего хочется. Ну, нам нужно что-то такое тематическое под нашу тему, чтобы, ну, торт тоже был. Очень важно правильно просчитать граммовку на каждого человека и приготовить торт необходимого веса. Закладывается на одного гостя кусочек 150 грамм. Это получается, у нас 12 килограмм тортик, да? Это два яруса по 6 килограмм. Или можно сделать... Нет, в любом случае нижний ярус, он будет более... Ну, он больше по диаметру, соответственно, верхний ярус, он где-то около 2 килограмм. Все остальное нижний ярус. Как правило, когда торты у нас довольно-таки большие, приезжает кондитер, привозит по ярус на торт, собирает его на площадке, появляется в зале, согласно картинке, которая будет... Вот, музыку, с ферверками. Все верно, с фанфарами. Я вам предлагаю ознакомиться с меню фуршетным, определиться с какими-то позициями, которые вам нравятся, опять же, в диапазоне около 10-15 категорий. И все-таки определиться, какая это будет начинка и какое это будет оформление, чего бы вам хотелось видеть. Я хочу вас познакомить с прекрасной группой Аура, которая будет выступать на нашей слайде. И дайте вам слово. Привет всем! Мы группа Аура. Мы очень рады, что мы будем выступать у вас на мероприятии. Можно рассказать, что мы будем исполнять, какое время, в каком формате. Вы можете с нами спеть, можете сыграть с нами, если у вас есть такое желание. Мы можем с вами выучить песню. У нас часто такие есть заказы. Мы можем с вами отрепетировать. И все будет очень красиво. Кто-нибудь будет нервничать. Есть возможность, вариант выступить после выездной церемонии, потому что у нас гости будут находиться там около полутора часа, допустим, сделать два блока. Или же сделать выступление непосредственно на банкете. Но вы рекомендуете выступить на банкете для того, чтобы гости уже могли расслабиться. Мы как раз можем сделать под первую композицию первый танец. Да? Да. Ну, это может быть и не первая композиция. Мы можем, например, сыграть один блок танцевальный, либо вступительные, там, романтичные песни. Потом обычно у нас, да, сейчас заказывали тоже первый танец. Вы выходите, танцуйте под нас первый танец, все хлопают. И мы продолжаем танцевать. То есть с гостями остальными. Также вы можете петь во время вот последнего блока с нами, чтобы уже все гости были расслаблены, чтобы вы уже были расслаблены. Думаю, если мы споем, они будут напряжены. Ну, мы же подпеваем вам, то есть все это звучит очень красиво. Да нет, хорошо, конечно. Но я думаю, мы выберем все-таки вариант с банкетом. И плюс я предлагаю все-таки сделать ваш первый танец непосредственно под первую композицию ребят. С вашего танца открывается танцпол, и все гости уже начинают танцевать и понимают, что это можно, в принципе, делать и не стесняться. А мы, получается, приедем, и сразу в первую композицию мы танцуем? Нет, нет, танец, как правило, первый я всегда рекомендую делать после часа полутора, когда гости приезжают на банкет. То есть у ребят, как правило, выступления делятся на 2-3 блока. Каждый блок в районе 4-5 композиции, верно? Ну да, минут 20-30. Да, минут 20-30. А в каком жанре вы играете? Классика, рок? Классика, классического кроссовера у нас нет. Мы, конечно, можем делать пару песен с Линдион, если вы хотите, что называется первый панец, под такую какую-то композицию. То есть у нас рок, попса, то есть русская, английская, все, что вы захотите, все, что люди любят, все, что поют. Фактически любой стиль может, просвещать или любая композиция. Все, это только от вашего пожелания. Я предоставлю вам список от ребят трек-листов, которые они исполняют. Если у вас есть какие-то пожелания по композициям, мы можем с ними обсудить вариант исполнения. Я вообще меломан, могу слушать рок, попсу. Ну, кроме шансона, конечно, что-то шансон не идет. Ну, из рока можно выбрать некоторые композиции, медленные, красивые, про любой панец будет. Ну, представляешь, как это? Ну, не русские. Только не русские. По гейминту. Я думаю, нужно вам дать немножечко времени для того, чтобы вы ознакомились с трек-листом «Люпа Аура», подумали над теми композициями, которые бы вы точно хотели, и, возможно, какие-то альтернативные варианты, которые тоже будут интересно смотреться на вашей сайте. А остальные полезные советы смотрите в следующем выпуске. До скорой встречи! Партнер выпуска – компания-застройщик «Ренессанс Актив». Гуам – одно из лучших мест для романтического путешествия. Мир сказочных закатов и волшебных пляжей. Мелодия любви для двух сердец, бьющихся в унисон. Влюбляйтесь и приезжайте на Гуам. Приезжайте и влюбляйтесь сильнее. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»